Денис, муромский богатырь. Занимался хоккеем. В 2019 году увлёкся бегом, стал марафонцем, избавился от 48 килограммов лишнего веса и вредных привычек. Поехали! Камера. Мотор! Работает в частном детском саду, выступает для малышей и тренером, и примером. Девиз в жизни и спорте – терпеть и работать. Терпеть и работать! Дарья. Десять лет занималась танцами, а потом взялась за штангу и гири. Регулярно участвует в забегах на длинные дистанции и гонки с препятствиями. Фитнес-тренер, к которому записываются в очередь даже мужчины. Занималась более чем 25 видами спорта. Вот теперь мне страшно очень. Слушайте, я с этой штукой не настолько разобралась, чтобы сейчас куда-то спускаться. Татьяна. Имеет 4 красных диплома в сфере фитнеса. Работает тренером ещё со школы. В 5 лет занималась пауэрлифтингом. Со спортом на «ты». Никогда не расслабляется ни на спортивной площадке, ни на съёмочной. Характер спортивный бойцовский. Кошмар! Это нелегко! Как прикольно! В проекте «Спортбаттл» наши ведущие девушки не только изучают разные виды спорта, но и соревнуются между собой под пристальным взглядом сурового рефери Дениса. По результатам испытаний наши эксперты присуждают победительнице 1 балл. По правилам проекта Таня и Даша могут соревноваться честно или же не очень. Но победителем спортивной битвы станет только одна из них. Девчонки, привет! Привет! Как у вас настроение? Отлично, супер вообще! Рассказывайте, как прошло ваш день сегодняшний, потому что вас ждёт что-то невероятное. День начнётся только... Поели? День супер, да, с 6 утра на ногах, тренировка раз, тренировка два. Всё ясно. Смотрите, мы находимся сейчас, как вы видите, да, в таком месте, очень интересном. Тут, так скажем, собрано очень много объектов, поэтому сейчас очень интересно, о чём вы подумали. Первое. Ну, конечно, про школу, да, про гимнастику, потому что здесь, насколько я знаю, занимаются гимнасты. Ну, чем они здесь занимаются? Гимнастикой. Гимнастикой? В принципе, логично. Спортивная гимнастика. Да, сейчас стадион рядом, об этом не подумали? Ну, стадион, там только качалка, а лёгкая атлетика, ну, это слишком просто. Ты сказал, нас ждёт что-то очень интересное. Ясно. На самом деле, да, вас ждёт что-то очень интересное, поэтому мы сейчас приглашаем кого? Эксперта. Эксперта. Нашего эксперта приглашаем. К нам он нам расскажет вкратце, что вас ждёт. Ну что, девчонки, к нам направляется Евгений, наш сегодняшний эксперт. Привет, поприветствуем его. Привет, Евгений. Привет. Здравствуйте. Итак, это Дарья, Татьяна. Очень привет. Девчонки готовы абсолютно на всё. Ну, не на всё. Ну, в смысле спортивном, конечно же, нормативах спортивных. Ну что, расскажи нам про свой вид спорта и удиви. Мы поняли же, что мы, кажется, ошиблись. Где, в каком месте, девчонки? На шланы посмотрели. Что там происходит? У меня подсказка, да? Бокс объединяет. Отлично. Ну, что рассказать про наш вид спорта? Я думаю, это надо попробовать, и всё будет понятно. Вот, много интересного. Вид спорта непростой. И сейчас он давно уже развит, да? И по все время очень как раз развивается женский бокс. Поэтому посмотрим, на что вы можете и способны. Ну, сегодня будет жарко? Будет очень горячо. Бокс – это вид единоборств, проверенный веками. Существует много разновидностей бокса, но суть их сводится к одному – ударить противника кулаком. На ринге боксёры используют специальные перчатки, что, впрочем, не спасает от нокаутов и травм. Бокс – один из самых зрелищных видов спорта, поэтому поклонников у него много. Что вообще развивает бокс? Вот для наших родителей, да, интересно, если детей они отдают в это направление, что он развивает? Ну, помимо физических качеств, да, для детей – силы, скорость, выносливость, да, присущие почти многим видам спорта, да, здесь очень большое значение, я считаю, имеет такие моральные, духовные качества, особенно для мальчиков современных. Это мужество, это честь, порядочность, дисциплина, вот, здесь они у нас, это, как бы, очень развивается, и, как бы, это традиция, так скажем, наша. Угу. То есть, одна, ну, основная часть, да? То есть, начинается с этого, как бы, стержень мужской, он… Да, да. Понятно. С какого возраста лучше вообще приводить детей в данную секцию? Вообще, официально, ну, заниматься детям разрешено с 10 лет, то есть, но первые два года дети, как бы, занимаются, просто начинают азы, да, до 12 лет, и с 12 лет только можно выступать на соревнованиях. Понятно. Со скольки можно вообще получать удары? С 12. Все понятно. Ну что, а самое главное перед занятиями боксом – это, конечно же, разминка. А разминку сегодня проведет наш друг Эдуард. Эдуард, ну как, настрой есть? Настрой только боевой. Отлично. Поехали! Разминка перед спаррингом – дело серьезное. Это только со стороны все эти прыжки и повороты кажутся простыми. А на самом деле такие упражнения помогают подготовить все мышцы к значительным нагрузкам. Сегодня нашим ведущим Дарье и Татьяне предстоит всерьез подраться, как бы ни пытались они быть дружелюбными на съемочной площадке. Битва им предстоит самое настоящее. Девчонки, вы еще не готовы друг друга убить? Мне кажется, уже пора заканчивать это. Приступать к месиву. И мы встречаем на ринге Дарью! И ритуал! Бум-бум-бум! Парад двоечка! Есть-есть! У-у-у-у! Мощь! И мы встречаем на этом ринге Татьяну! У-у-у-у-у! Есть-есть-есть! Вот это движуха, ребята! У нас такого еще не было, реально! В первом раунде нашего спорт-баттла девушкам нужно изучить простые комбинации ударов. Эдуард показывает, как их выполнять, а задача Татьяны и Дарьи все правильно повторить. Двоечка пробивается. Левша-правша? Правша. Правша. Знаешь, левая ножка впереди, правая кзади. Правая ручка подбородка. Правая. Да. Левая здесь. Двоечка делается одноименно. Шаг-удар. Раз. Два. Одноименно. Твоя задача – защитное действие. Защитное действие тоже правша? Да. Все. Левую ножку также вперед. Левую. Все. Правую ручку здесь, левую здесь. На тот момент, когда она будет наносить тебе двойку, выставляешь защитное действие здесь и все. Хорошо? Ну все, девчонки, подошли ближе. Ого! Пожали руки. Сюда сразу. Пожали руки. Все. Готов. Не спешим. Спокойно. Двоечку классическую. Раз. Два. Поехали. Шагать. Шагать. Не подшагиваешь. Вот. Замечательно. Так я ее не трогаю тогда. Ну почему? Можешь чуть-чуть коснуться. Не надо же сильно ее бить. Легко, спокойно. Раз. Мне не хочется, наоборот. Поэтому я и не шагаю. Бьет поперчатку. Бьет поперчатку. А ты чуть пожестче. Да, ручки. Все. Вот. Еще раз. Смотрится, конечно, какой-то сон, по-моему, был. Первые же удары вызывают у нашего эксперта одобрение. Легкий страх не мешает девушкам бить соперницу. Вот только работать ногами они пока забывают. Но когда начнется настоящий бой, все придет само по себе, уверен Денис. Что, девчонки, сейчас у нас будет легкий спарринг. Поэтому не жалеем друг друга, жалеем только нас, зрителям. Мы пожелаем хорошего просмотра. Сейчас будет метео просто огонь. Готовы? Пожали руки. Молодцы. И бокс. Так. Не спешим. Держим дистанцию. Держим. Хорошо. У кого преимущество? Как ты думаешь? Ну, по амплитуде, по рычагам? Пока обоюдное. Молодцы. Что Дарь, что Татья. Неплохо. Двигаются. Хорошо. Молодцы. Вот. Здорово. Задача, по-моему, пробить кулак соседа. Есть! Уже близко было к улчелюсти. Неплохо. Грудь. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты считаешь баллы? Татьяна. Татьяна, двоечку, два. Неплохо. Даже вторая рука у Татьяны была задействована. Корпус. Не забываем. Раз. Двигаемся. Спокойно. Хорошо. Здорово. И снизу. Человек, вы дышите? Дышим, дышим, дышим. Восстанавливаем. Вот, вот. Вот. Стоп. Стоп. Да, да, да. У меня ноготь сломан. Кровь, походу. А я говорил. Давай. Нет. Ну вот он, наполовину сломан. Нормально. Да, отлично. Это было специально для вас, друзья. С ногтями не ходите на бокс. Просто. Чемпионский бой. Чемпионский бой. Да? Достойно было? Просто достойно. Для первого раза вообще шикарно. Бой получился недолгий, но зрелищный. Правда, травма у Татьяны случилась чисто женская. Испорченный маникюр. К счастью, перчатки защитили наших ведущих от большего урона. Так что время подводить итоги и узнать, кому же Эдуард готов отдать заветный балл. Ну что, девчонки уже сейчас подсчитали свои убытки, травмы. Девчонки, как у вас настроен? Супер. Боевой. Боевой. Вот только сейчас проснулся боевой настрой, оказывается. Надо было просто начать с бокса. Ну что, чтобы подвести итоги у вас, да, в эмоции, вы что пожелаете нашим телезрителям? Я советую вообще все боевые искусства, но бокс, он, наверное, самый, ну, по крайней мере, для меня самый интересный. Больше всего нравится. Я советую всем, и взрослым, и детям, это выплеска эмоций, чтобы не драться на улицах, а драться на ринге. Супер. Тань. Присоединяюсь к Даре. Ты только сейчас ее лупила, как ты к ней присоединиться? Говори, нет, идите все легкой от лечки, убегайте от них, они бьют все. Нет, я легкой от лечки не лупила. Тоже бокс, да? Да. То есть надо защищаться и противостоять, согласна? Отлично. Эдуард, как ощущения? Ну, ощущения. Эдуард, никак не отойдет. Я не отойду, просто такой бой был шикарный просто. Для первого раза и так двигаться, и наносить удары, это очень хорошо, похвально. Не каждый так сможет и прийти в первый раз так сделает. Вот. Так что молодцы, девчонки. Ну, смотри, ожидание того, что они проходили у нас, да, два этапа и легкий спарринг. Как бы, ну, подводка, техника, у кого-то была видна, у кого-то нет, и потом легкий спарринг. Ну, показал что-то, разница или нет? Не, разница все равно есть, а разница есть. То есть ты уже готов огласить? Я уже готов огласить. Все, ребята, мы оглашаем результат. Вот, и так, барабанная дробь. Не в обиду никому, все молодцы, девчонки, обе хорошо. Но Дарья более техничнее двигалась и наносила удары. Спасибо. Так что я призуждаю победу Дарье. Плюс один балл в пользу Дарьи. И она снова опережает Татьяну. Конец перемирию. На этот раз обошлось без синяков, но все еще впереди. Денис уже придумал, какое испытание будет следующим. И легким его точно не назовешь. Эдуард, спасибо большое за проведенный вечер и тренировку. Это была очень крутая тема. Девчонки, вам огромное спасибо. Вы показали на все, что вы способны. Или еще нет? То есть нас впереди ждут еще более крутые, значит, состязания. Ну что, а вы, дорогие телезрители, обязательно занимайтесь спортом. Просто занимайтесь обязательно с утра и до вечера любым спортом. Но бокс – это один из лучших, как мы сегодня уточнили. Бокс объединяет. Да, всем здоровья, берегите себя. Пока-пока. Пока-пока.